Маленький принц Как? Ты упал с неба? Да! Как интересно! Значит, ты тоже явился сюда с неба? Впрочем, на этой штуке ты не мог прилететь издалека? Стал быть, ты? Ты попал сюда с другой планеты? Да! Но мой маленький друг не отвечал. Он засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал его о чем-нибудь, он словно и не слышал. Но из разговора с ним я понял, что его родная планета вся та величиною с дом. Впрочем, это меня не слишком удивило. У меня есть серьезное основание полагать, что маленький принц прилетел с планетки, которая называется астероид В-612. Он был замечен в телескоп лишь один раз, в 1909 году. Я сообщил вам его номер только из-за взрослых. Это их убедит, и они не станут докучать вам расспросами. Взрослые очень любят цифры. Не стоит на них сердиться. Дети должны быть снисходительны к взрослым. А для тех, кто понимает, что такое жизнь, я бы охотно начал эту повесть, как волшебную сказку. Жил да был маленький принц. Он жил на планете, которая была чуть побольше его самого. И ему очень не хватало друга. Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул, и как странствовал. Он рассказывал обо всем понемножку, когда приходилось к слову. На пятый день, опять-таки благодаря барашку, я узнал тайну маленького принца. Послушай, если барашек ест кусты, он и цветы ест? Он ест все, что попадется. Даже такие цветы, у которых есть шипы? Да, и те, у которых шипы. Тогда зачем шипы? Этого я не знал. Я был очень занят. В моторе заело один болт, и я старался его отвернуть. Мне было не по себе. Положение мое становилось серьезным. Воды почти не осталось. И я начал бояться, что моя вынужденная посадка плохо кончится. Зачем же тогда нужны шипы? Неподатливый болт выводил меня из терпения, и я ответил на обум. Шипы? Шипы ни зачем не нужны. Цветы выпускают их просто от злости. Ох! Не верю я тебе. Цветы слабые. Они простодушные. И они защищаются, как могут. Они думают, если у них шипы, их все боятся. А ты думаешь, что цветы... Да нет же, ничего я не думаю. Я ответил тебе первое, что пришло в голову. Ты же видишь, я занят серьезным делом. Серьезным делом? И это ты называешь серьезным делом? Ох! Ты говоришь, как взрослый. Все ты путаешь. Ты ничего не понимаешь. Я знаю одну планету. Там живет господин с багровым лицом. Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. Он занят был только одним. Он складывал цифры и с утра до ночи твердил. Я человек серьезный. Я человек серьезный. Совсем как ты. И прямо раздувался от гордости. А на самом деле он даже не человек. Он гриб. Шампиньон. Что? Шампиньон. Маленький принц даже побледнел от гнева. Он тряхнул головой, и ветер растрепал его золотые волосы. Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет овцы все-таки едят цветы. Так неужели же это не серьезное дело? Понять. Зачем же они так стараются отрастить шипы, если от них нет никакого толку? Да разве это не серьезно и важно? А если я знаю один, единственный в мире цветок? Он растет только на моей планете. И другого такого больше нет нигде. А какой-то баран вдруг в одно прекрасное утро возьмет да и съест его и даже не будет знать, что он натворил. Это тоже, по-твоему, не важно? А если любишь цветок, единственный, какого больше нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого довольно, смотришь на него и чувствуешь себя счастливым. И говоришь себе, где-то там живет мой цветок. Но если какой-то баран съест этот цветок, это все равно, как если бы все звезды вдруг погасли. И этот тоже, по-твоему, не важно. Он больше не мог говорить. Он вдруг разрыдался. Я бросил работу. Мне смешны были и злополучный болт, и молоток, и жажда, и смерть. На звезде, на планете, на моей планете по имени Земля плакал маленький принц, и надо было его утешить. Я взял его на руки и стал баюкать. Цветку, который ты любишь, ничто не грозит. Я нарисую твоему барашку намордник. Я нарисую для твоего цветка броню. Я плохо понимал, что говорил. Я чувствовал себя ужасно неловким, неуклюжим. Я не знал, как позвать, чтобы он услышал, как нагнать его душу, ускользающую от меня. Ведь она такая таинственная и неизведанная. Это страна слез. Я тогда еще не знал, что это за цветок, о котором так беспокоился маленький принц. Но очень скоро я узнал о нем. На планете маленького принца цветок пророс однажды из зерна, занесенного неведомо откуда. Густик перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда раньше не видел таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомая гостья, еще скрытая в стенах своей зеленой комнатки, все готовилась, все прихорашивалась. Она заботливо подбирала краски. Она наряжалась неторопливо, один за другим примиряя лепестки. Она не желала явиться на свет встрепанной, точно какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Да-да-да, это была ужасная кокетка. И вот однажды утром, едва взошло солнце, лепестки розы раскрылись. Как вы прекрасны! Я только проснулась. Извините, я еще совсем растрепанная. Как вы прекрасны! Да, правда? И заметьте, я родилась вместе с солнцем. Мне кажется, пора завтракать. Будьте так добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц разыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Может так случиться, что сюда явится тигр со своими когтями. Ну и пусть приходят тигры. Я не боюсь их когтей, ведь у меня четыре шипа. Но тигры не едят траву. Но я не трава. Простите меня. Нет, тигров я не боюсь, но я ужасно боюсь квазняков. У вас тут нет ширмы. А когда настанет вечер, вы меня накроете колпаком. У вас тут ужасно холодно. Очень неуютная планета. Там, откуда я сюда явилась. Ну, где же ширма? Где же колпак? Где ширма? Где колпак? Растение боится сквозняков. Какой трудный характер у этого цветка. КОНЕЦ Какой трудный характер у этого цветка. КОНЕЦ Какой трудный характер у этого цветка. Хотя маленький принц и полюбил прекрасный цветок, но вскоре в душе его пробудились сомнения. Пустые слова он принимал близко к сердцу и стал чувствовать себя очень несчастным. И он решил покинуть свою планету и странствовать с перелетными птицами. В последний раз он полил свой цветок и собрался накрыть его колпаком. Ему было грустно и даже захотелось плакать. Прощайте. Я была глупая. Прости меня. Что? И постарайся быть счастливым. И ни слова упрёка. Да-да, я люблю тебя. Меня? Моя вина, что ты этого не знал. Да это и не важно. Ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым. Вот. Оставь в покое свой колпак. Он тебе больше не нужен. Но ветер. Не так уж я простужен. Но холод. Ночная свежесть пойдёт мне на пользу. Ведь я цветок. Но звери, насекомые. Должна же я стерпеть двух-трёх гусениц. А больших зверей я не боюсь. У меня тоже есть шип. Да уходи же. Это невыносимо. Решил идти. Уходи. Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. Это был очень гордый цветок. И теперь, вспоминая о нём, маленький принц говорил мне. Ах, напрасно я её слушал. Никогда не нужно слушать, что говорят цветы. Надо просто смотреть на них и дышать их ароматом. Ах, напрасно я её слушал. Спасибо.